Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет обзор книг известного бразильского писателя Паула Каэльо. В обзоре представлены лучшие книги автора, которые стоит прочитать. «Алхимик», «Вероника решает умереть» и «Пятая гора». Бразильский писатель в своих книгах очень тонко умеет затронуть самые сокровенные струны души, так что каждый читатель находит в его творчестве отголоски собственных сомнений и переживаний. Конечно же, список лучших книг этого писателя стоит начать с самой известной его книги. Благодаря алхимику Паула Каэльо стал известен во всех странах. В этой книге сочетается все то, за что поклонники любят этого автора. Долгая дорога к счастью, чистая любовь, символизм и изрядная доля мистицизма и веры. Главный герой книги – пастух Сантьяго. «Однажды ему приснились египетские пирамиды, и пастух решается отправиться в долгий путь. В конце он должен найти кладок. Чтобы отправиться за сокровищами, Сантьяго жаждует всем, что у него есть. Найдет ли он то, о чем так мечтает? В этом герою поможет загадочный алхимик». Для многих эта книга стала своеобразным путеводителем к счастью и руководством, как научиться видеть знаки судьбы. Паула Каэльо и сам увлекался алхимией. И в 1981 году встретил учителя, который дал толчок к созданию этой книги. Алхимик совсем не похож на «Чайку Джонатана» или на иллюзии Ричарда Баха. Еще меньше похож он на маленького принца Экзюпери. Но почему-то трудно не вспомнить эти сказки-притчи, когда хочешь сказать что-то об алхимике. Эта притча именно для нашего времени. И не зря «Алхимик» – это любимая книга сильных мира сего и простых людей в 117 странах мира. Следующая книга, о которой мы с вами поговорим, это книга под названием «Вероника решает умереть» Паула Каэльи. Этот роман посвящен девушке, оказавшейся в психиатрической клинике, после попытки уйти из жизни. В клинике врач сообщил девушке, что из-за передозировки лекарствами ее организм сильно пострадал. Веронике осталось жить всего неделю. И именно тогда, когда она, наконец, нашла близких людей, друзей и даже любовь. Это откровенная и трогательная книга о любви к себе и другим людям, о важности жизни и неотвратимости смерти, а еще о том, что никогда нельзя сдаваться. Лучше наслаждаться моментом, пока на это есть время. Автор и сам немало времени провел в больницах. Еще в молодом возрасте он прошел три курса лечения от шизофрении. В книге немало его личных переживаний и воспоминаний о том времени. Следующая книга, о которой мы с вами поговорим, это книга под названием «Пятая гора» Паула Каэлью. Эта книга представляет собой многослойный роман, который затрагивает темы судьбы, веры, мужества и борьбы за свои убеждения. В центре сюжета история пророка Ильи, одного из ключевых персонажей Ветхого Завета, которая переносится на страницы художественного произведения, обогащенного мифологией и философией. Автор удачно переплетает библейские сюжеты с личными размышлениями героя. Главный герой – это не просто пророк, но и человек, испытывающий страхи, сомнения, страдания. Это делает его образ, живым и близким каждому читателю. Ведь борьба с внутренними демонами – это то, с чем сталкивается каждый из нас. Книга оставляет после себя сильное впечатление и вдохновляет на поиск собственного пути и предназначения в жизни. «Пятая гора» Паула Каэлью – это не просто история о пророке, но и глубокое философское произведение, которое найдет отклик в сердцах многих читателей. Благодаря своим книгам Паула Каэлья в современной литературе обрел славу не меньшую, чем даже у признанных классиков. Его романы и рассказы популярны во всем мире, переведены на разные языки и читаются множеством читателей. С книгами из обзора вы можете ознакомиться в нашей Центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова. Всем спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok